Открытый диалог между партнерами о текущих и перспективных проектах в России и СНГ, демонстрация новейших решений и технологий для обеспечения развития бизнеса, динамичный формат и возможности для налаживания деловых связей. Международная конференция Satellite Russia NCIS 2016 вновь стала площадкой для обсуждения горячих тем и обмена опытом между российскими и зарубежными игроками рынка спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. В этом году конференция была приурочена к значимой дате – 50-летию подписания соглашения между правительствами СССР и Французской Республики о сотрудничестве в области изучения и освоения космического пространства в мирных целях. Спутниковая связь – это важная часть электронной отрасли, которая позволяет быстро и эффективно осуществлять распространение качественного теле- и радиосигнала, обеспечивать телефонную связь, доступ к интернету и навещанным мультимедийным услугам, вплоть до госуслугам и так далее, образования, медицины. На единственном в России независимом мероприятии, где обсуждаются все аспекты космического бизнеса, собрались представители госструктур, операторов орбитальных группировок, производители космических аппаратов, поставщики спутниковых телекоммуникационных и геоинформационных услуг. Генеральным партнером форума выступил российский спутниковый оператор «Газпром Космические системы». Генеральный конструктор компании Николай Севастьянов принял участие в круглом столе «Россия и Франция. 50 лет в космосе». Он рассказал о сотрудничестве с французскими компаниями при создании системы спутниковой связи «Ямал». У нас четыре спутника, и в трех из этих спутников есть участие французских компаний. Самый старый наш спутник «Ямал-202», который был еще запущен в 2003 году, он был изготовлен в РКК «Энергия», но в нем использовались комплектующие компании «Алкотель». Сегодня вот эта группа, та часть «Алкотеля», «Алкотель Спейс» входит в компанию «Талис Алине Спейс». И мы видим надежную работу этого оборудования, отсутствие отказов и замечаний. Также спутник «Ямал-401» был изготовлен у нас компанией «Российский СС Решетнев», но уже полезную нагрузку поставляла компания «Талис Алине Спейс». И тоже мы благодарим за вот эту хорошую работу. И один из спутников мы полностью изготовили в компании «Талис Алине Спейс». «Талис Алине Спейс» выиграла конкурс, она стала политиком конкурсом на поставку спутника «Ямал-402» и изготовила и поставила абсолютно в сроки, что очень важно для коммерческого бизнеса. Во время конференции Николаю Севастьянову была вручена благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие космической инфраструктуры. Сотрудники предприятия также приняли участие и в других сессиях. Второй день конференции прошел в телекоммуникационном центре «Газпром-космические системы» в Щелково. Темами обсуждения стали вопросы дистанционного зондирования Земли и предоставления геоинформационных услуг. Гостей приветствовал генеральный директор компании Дмитрий Севастьянов. Он рассказал о направлениях деятельности компании и пожелал форуму успешной работы. У нас два основных типа деятельности. Это предоставление спутников телевизионных и телевизионных услуг. И вот новое направление, это предоставление селико-информационных услуг. У нас сегодня создан центр космического мониторинга. Мы сегодня используем снимки со спутников чужих. Поэтому у нас стоит задача нашим главным акционерам поставить создать целую систему с центральной зоной геоинформации. Это оптический, специалистальный сегмент и реакциональный сегмент. И вот данные спутники уже по решению нашего главного акционера мы должны собирать уже на собственном заводе, который будет построить. Это принципиально. Подробнее об использовании систем дистанционного зондирования Земли и предоставлении геоинформационных услуг, в том числе для нефтегазового и энергетического сектора, транспорта и других отраслей, говорили во время специальной сессии и круглого стола. Ну а после гости осмотрели инфраструктуру телекоммуникационного центра «Газпром Космические системы», включая Центр управления спутниками «Ямал», антенное поле и мощности, обеспечивающие предоставление разнообразных телекоммуникационных услуг и услуг аэрокосмического мониторинга. Нам, конечно, приятно, что общественность проявляет интерес к нашей деятельности. Конференция, я считаю, прошла успешно. И вчера, где обсуждались в основном вопросы спутниковой связи, телевидение и сегодня, вопросы дистанционного зондирования Земли. Я считаю, что тема интересная, деятельность очень полезная для экономики. Ну и надеюсь, что мы будем развиваться дальше и в этом направлении. По словам участников конференции, Сеттелайт Раша НСИАЭС-2016 оправдала их ожидания и стала заметным событием для профессионального сообщества. В свою очередь, деятельность спутникового оператора «Газпром Космические системы» была оценена. Я приятно удивлен находиться сегодня здесь. Я здесь впервые. Я был рад увидеть территорию «Газпром Космические системы», спутники оборудования, антенны. И в дальнейшем я очень буду рад сотрудничать с компанией «Газпром Космические системы» в рамках аэрокосмического мониторинга. Олеся Богданова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!